Опа! Привет, друзья! Я невероятно рада быть здесь. Я не верю, что я вернулась. И мне очень приятно снова сесть перед камерой, снова почувствовать зрителей по ту сторону экрана. И в этом видео конкретно я расскажу о том, где же я была, что же все-таки со мной происходило. Расскажу о переменах в своей жизни, расскажу о проектах иллюстраторских, над которыми работала, которые не давали мне свободного времени. В общем, обо всем этом, такой дайджест новостей в этом видео. Расскажу сразу о самом глобальном перемене в моей жизни. Я переехала в другое жилище, как вы можете это заметить. Если вы будете слышать какие-то звуки типа сверлят, стучат, вошкаются, что-то чинят. Дело в том, что мы переехали в новостройку, и здесь вокруг ремонт. По сути, мы живем на стройке. Я заранее прошу прощения за все эти шумы, но я подумала, что все-таки лучше видео с какими-то посторонними шумами, чем его отсутствие. Правильно? Кроме того, я еще и умудрилась заболеть пару дней назад. Это сходило утречком на йогу в парк, а там было холодно и мокро, и я как-то это не учла, и немножко гундосю. Гундосю? Ну, это дело житейское и поправимое, поэтому, я думаю, в следующем видео я уже буду разговаривать как нормальный человек. После моего дня рождения, который был 23 апреля, и который я отметила, мне было 23 года, 23-23, моя помешанность в этом числе должна была меня спровоцировать, чтобы отпраздновать этот день рождения просто легендарным. Так и случилось. Я обязательно покажу вам влог с этого мероприятия. Файлы благополучно лежат у меня в компьютере, и осталось только смонтировать. Так, в общем, после дня рождения нам предстояла поездка в Литву, Латвию и Эстонию, которая намечалась в мае. И за этот маленький кусочек времени я должна была успеть сделать все свои рабочие проекты, которые горели, чтобы не брать работу с собой в путешествия. В общем, все происходит не так, как иногда планируется. И несмотря на то, что эту неделю я работала просто как ломовая лошадь, мне все равно пришлось с собой взять проект путешествия, и я викторизировала иллюстрации, будучи в машине. Я хочу это видео выпустить для того, чтобы запомнить это путешествие, потому что уже на опыте проверено, что пересматривать влоги с путешествия так приятно, и смешно, и тепло, и эти воспоминания, это как новый вид фотографии. Кстати, про фотографии. Когда я переезжала, весь этот хлам перевозила, перебирала, сортировала, выбрасывала, я поняла, насколько много у меня есть разного рода хлама. И в частности, мне очень тяжело было расставаться со всякими открыточками, фотографиями, потому что они очень ценные, это воспоминания, и рука не поднимается их выбросить. Но с другой стороны, они три года лежали в коробке, я на них не смотрела, не пересматривала. И тут я подумала, что я, наверное, буду избавляться от хлама, избавлять от хлама людей, и подумала, что своим друзьям и родственникам больше не буду дарить открытки, а буду отправлять какие-то видео поздравления. Мне кажется, это намного более трогательно и лично, персонально, и сохранится, скорее всего, на более долгое время, потому что то, что ушло в интернет, там и останется. В общем, мне кажется, это какой-то более инновационный, менее захламленный подход. Так вот, про проекты. Тот самый проект, который мучил меня, не давал мне спать по ночам, который поехал со мной в поездку, это был огромный заказ на 600 иллюстраций для австрийского издательства, которое учит детей немецкому языку. И я понимала, что я не нарисую за такой короткий срок 600 иллюстраций, поэтому я взяла себе в компаньонную свою бывшую одногруппницу Лиду. Если бы не она, я думаю, я бы никак не справилась. Так, в общем, мы с Лидой рисовали векторные иллюстрации, что для меня не очень привычно. Этот проект помог мне намного серьезнее относиться к планировке своего времени. Я научилась быстрее работать в иллюстраторе, и самое главное в начале такого большого заказа это определить алгоритм создания иллюстраций. То есть сначала ты рисуешь скетч, заранее продумываешь, чтобы в нем не было много деталей, потом, когда ты уже викторизируешь, ты продумываешь, как так сделать, чтобы это все произошло быстрее, цвета какие-то определяешь, накладывание эффекта. В моем случае это был такой грейн, зернистая текстура, которая накладывалась и добавляла некоторого шарма, такой более ручной иллюстрации, несмотря на то, что она все равно осталась векторная. Мы задержали выдачу этого проекта на две недели, но это было прописано в контракте, то есть в принципе мы успели в срок с опозданием на две недели. Закрыли, и слава богу. Также работа продолжается и над еще одним заказом, который вы могли видеть в моем инстаграм. Он очень похож на тот, о котором я только что рассказывала. Там нужно рисовать разные картиночки и иллюстрации. Здесь я работаю в фотошопе, и честно говоря, получаю от этого больше удовольствия. Для этого проекта я тоже нашла себе компаньона, среди, кстати, вас, моих дорогих зрителей. Когда у нас был челлендж «7 дней и 7 дней», мне очень запомнили с работы одной из иллюстраторов Кира Гара, она подписана в инстаграме, и мы с ней сконтактировались, и теперь вместе работаем над этим проектом. Я считаю, что это просто чудесная была идея сделать этот челлендж, потому что теперь я нашла коллег, с которыми могу сотрудничать. И кто знает, может быть, следующим будете вы. Кроме больших, объемных, масштабных проектов, у меня еще бывают маленькие халтурки. Я хочу о некоторых из них рассказать. Еще до дня рождения я рисовала постель для «One Day Shop». Это дизайн-маркет, который происходит во Львове достаточно часто. Тема того маркета была комиксы, и я интерпретировала самых известных персонажей комиксов под свою такую детскую милую манеру, и получился вот такой вот плакатик. Организаторам очень понравился, и было так классно видеть во Львове, во всяких ресторанчиках, кафешках и местах, в которых ты часто бываешь, свой постер чувствовала себя такой взрослый, такой серьезный, такой серьезный иллюстратор. Очень понравилось работать с ребятами, у нас совпали вкусы, и надеюсь, с ними еще в будущем сотрудничать. А еще я рисовала вот такой вот логотип для компании недвижимости, и в этом проекте мне очень понравилось сочетание цветов, которые я удачно подобрала. Это домик такого приятно мятно-зеленого оттенка, и разные оттенки фиолетового или бордового в персонажах. Также еще один проект, к которому я проникла с душой и сердцем, это был логотип для Бэби Нокля. Это такой сервис, который предоставляет видеонаблюдение в детских садах. В итоге получился забавный робот, и заказчику понравилось, все остались счастливы. Ну, а самым трогательным и запоминающимся проектом за это время был проект вот этих иллюстраций. Там такая история на бэкграунде, что просто без слез не расскажешь. Ко мне обратилась девушка, которая хотела проиллюстрировать серию поэм ее мамой, которая была уже при смерти, и она болела онкологическими заболеваниями. Мы должны были успеть нарисовать до Рождества хотя бы пару иллюстраций, чтобы она показала маме, и, так сказать, мама должна была утвердить идею. Мама была в восторге, они все плакали всем семейством от этой прекрасной идеи, то есть их мои иллюстрации удовлетворили. И потом была идея такая, чтобы нарисовать на 22 стиха разные иллюстрации собачки и девочки, которые, эти персонажи фигурировали в стихах. Но, к сожалению, мы не успели, и Эйми написала мне, что мама ее умерла в январе, и мы приостановили проект. После этого она мне уже вот недавно написала, что для поминальной церемонии она хотела бы сделать постеры со стихами. Вот знаете, бывают такие проекты, которые, если бы тебе даже не платили, ты бы все равно ними занимался. Вот этот был один из них. Я настолько прониклась к истории этой семьи, настолько мне нравились эти стихи и фотографии детские, которые мне скидывала Эйми, потому что она в детстве, это и есть главная героиня этих стихов. Кроме того, я выставила этот проект на Big Hands, и если у вас есть лишняя минутка, зайдите, пожалуйста, туда и нажмите мне этот прекрасный пальчик вверх. Я буду вам очень признательна, потому что это помогает меня выкинуть в топ, и таким образом меня находят приятные люди, типа Эйми, и я получаю такие классные заказы. Очень грустная история, но тем не менее мне так тепло на душе, что благодаря моим иллюстрациям люди на обоминальной церемонии улыбались, и Эйми писала, что все были в восторге, и вспоминали маму только самыми теплыми словами, и в общем все прошло на высшем уровне. Каждый раз говорю, что из каждого проекта, когда ты общаешься с людьми, ты учишься чему-то новому, не только в иллюстраторском плане. Я правда очень счастлива, что судьба меня сводит с такими интересными и приятными людьми, с которыми не только приятно работать, но и приятно познакомиться, в принципе. Ну и конечно же, я очень рада вернуться к вам, мои приятные люди. В будущем вас ждет очень много интересных видео. Кроме того, я хочу еще раз провести 7 дней 7 дней челлендж, я уже себе его запланировала, на 20 число, старт 20 числа. Ну и я еще об этом, конечно же, расскажу. А пока на этом у меня все. Пишите ваши комментарии, расскажите, как ваши дела, расскажите, чего бы вы хотели видеть на моем канале больше, какие видео вас интересуют. Я готова удовлетворить ваш интерес. И мы увидимся с вами очень скоро. Пока! Мне кажется, у меня за это время даже волосы отросли. Так долго меня тепло. Да.